МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Был назначенный, а стал избранный. Виктор Зимин вступил в должность главы республики, поклявшись верно служить народу и строго соблюдать Конституцию. 30% это много или мало. Ровно настолько обновился состав законодательной власти региона в рядах которого на 7 мужчин приходится всего одна женщина, а самому молодому народному избраннику 25 лет. Дефицит жизненно важных лекарств в республике, таким как в этом году, будет или нет в следующем? Ответ на этот вопрос могут дать последние 8 дней сентября. Большая армия поклонников и критиков, и даже злопыхателей, на которых известная балерина, ноль внимания. Анастасия Волочкова в Хакасии пела, каталась на лошадях и отвечала на вопросы нашей программы. На этой неделе Виктор Зимин избавился от приставки исполняющей обязанности и определения избранной и официально вступил в должность главы республики Хакасия. Большой зал на торжественном мероприятии был заполнен до отказа, а в прямом эфире нашей телерадиокомпании велась трансляция торжественного вступления в должность или, как еще говорят, инаугурации. Через эту процедуру Виктор Зимин проходит во второй раз, но есть существенная разница. В декабре 2008-го он был назначен, в сентябре 2013-го всенародно выбран. Виктор Михайлович Зимин вступил в должность главы республики Хакасия, председателя правительства республики Хакасия. Главный момент инаугурации. С этой минуты можно считать, что у Хакасии официально появился руководитель. Виктор Зимин принял присягу перед депутатами Верховного Совета и общественностью республики. Я никогда не думал, что опять буду так волноваться, когда читаю слова присяги, я буду честно служить своему народу. Это очень важно, прежде всего, для самого себя. Что ты говоришь, а тут не говоришь. Ты присягаешь своему народу, своей родной земле на служение. Не любой человек этого не сможет просто так пережить, не пропустив через каждый нерв. Ну вот, приблизительно так. Виктор Зимин уже вступал в должность главы региона 4 года назад, но тогда его назначил президент. Я бы не сказал, что есть большая разница. Потому что твоя земля, ты обязан здесь, еще раз повторюсь, честно работать. А в том, что сама процедура изменилась, наверное, больше знаете, в чем разница? Когда ты выбираешься, ты слышишь конкретные наказы своих избирателей, вопросы, критику, то, что еще не сделал, когда тем более второй раз заступаешь на этот пост. Этот процесс очень важен. Ты за этот период, возможно, будешь и корректировать и свой курс, и курс той команды, с которой идешь. Ты живу и работаешь с людьми. Вот в этом разница. Ты чувствуешь свое население. Разрешите вручить избранному главе республики Хакасия, председателю правительства республики Хакасия, удостоверение об избрании. Во время инаугурации в зале находились члены Государственной Думы и Совета Федерации, губернаторы соседних регионов Тувы и Красноярского края, главы всех муниципалитетов Хакасии. Каждый из республиканских политиков в таком итоге выборов видит свои плюсы. Ты сегодня достиг каких-то договоренностей с действующим губернатором, потом он сменился и все остальное. Здесь стабильность. То есть сюда можно прийти на долгий, продолжительный срок и работать, и работать с нашей республикой. Я думаю, это очень полезно. И судя по своему личному городу, нашему городу Сорску, где я работаю, это нас устраивает. И нам нравится работать с действующим главой. И городу развитие мы получаем только за счет того, что это общая налажность в отношении с действующей властью. Нам не надо каких-то перемен. Мы за то, чтобы была стабильность. Я так думаю, что исполнительная власть, вкупе законодательная власть у республики Хакасии на ближайшую пятилетку будут работать стабильно. Необходимый для развития Ширинского района набор поручений, которые уже реализуются. И если мы их реализуем до конца, я считаю, что планы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку в Ширинском районе будут они исполнены. Причем в полном объеме. Напомним, Виктор Зимин уверенно победил на состоявшихся в Хакасии выборах в должность главы республики. С сегодняшнего дня он вступает на пять лет. Дорогие друзья, я еще раз благодарю вас за поддержку. И со своей стороны обещаю приложить все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Служу родной Хакасии и великой России. Приступили к работе на этой неделе и вновь избранные депутаты Верховного Совета Хакасии. Шестой созыв. Его списочный состав на треть отличается от предыдущего. Ну а более 60% места в парламенте сохранили. 31 человек из 50. Средний возраст народных избранников 50 лет. Самым молодым депутатом в новом составе стала Светлана Пимонова. От ЛДПР ей 25 лет. А Владимир Штыгашев ему 73 года. Самый возрастной представитель Верховного Совета. И бессменный его председатель вот уже на протяжении 20 с лишним лет. Начиная с 1992 года. В новом составе парламента, как и в предыдущем, подавляющее большинство депутатских мест занимают мужчины. 44 из 50. Оценки относительно 30% обновленности Верховного Совета звучат разные. В диапазоне от стабильности до застоя. Чего больше, покажет время. Но таковы предпочтения избирателей. Два места в Верховном Совете опустили. Окружные выборы состоятся через год. Причина очень печальна. Ушли из жизни два избранных депутата. В день голосования скончался Александр Туревич, а за него в тот день на округе проголосовало большинство. А в первый день работы Верховного Совета Вячеслав Лапаух почувствовал недомогание. Был экстренно доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Заслуженный тренер России, он запомнится именно как наставник и спортсмен, вырастивший ни одного чемпиона мира по кикбоксингу. В этом виде спорта он достиг многого, а начинал практически с нуля. О нем говорят его друзья, знакомые и коллеги. Сам он в свои юные годы приехал из Шушенского. Приехал из Шушенского, как говорится, с мешком картошки. Начал жить в общежитии. И здесь занимался сначала карате, боксом. Выступал на множество соревнований по тайскому боксу, по боксу, по карате. Кикбоксинг, имя кикбоксинга в республике создал он, в первую очередь. Он был родоначальником этого вида спорта. Пришел в 7 лет. Родители меня отдали, Григорий Михайлович, вела по уху. Вот, и уже как 15 лет занимались вместе. То есть шли плечо к плечу, всю жизнь вместе. Стал как второй отец. Тяжело вообще очень. Как бы, не только в спорте вместе были, но и в жизни общались. Всегда помогал мне. В трудную минуту мог поддержать, добрым словом. Слава Лопоух был не только замечательным тренером, он всегда очень трепетно относился к своим воспитанникам. Любой чемпионат, любое первенство, он всегда после него приезжал к нам в редакцию и говорил, ребята, ну давайте расскажем, покажем. Есть видео, есть фотографии. Как правило, отправляли съемочную группу в его клуб, показывали, рассказывали. Он был настолько настойчив и влюблен в свое дело, что отказать было невозможно. Вот потом уже, спустя много лет, мы сами бежали к нему. Слава, дай видео, дай фотографии. Вячеслав Михайлович всегда занимал очень активную жизненную позицию. Это человек, который никогда, по-моему, не отказывал в какой-то помощи, которую он мог сам осуществить. Пытливый ум, беззаветно предан спорту, именно организация спорта. В своей работе депутатской, вот я видел его активность. То есть это было желание работать. Вполне закономерно, что он победил и на этих выборах. Но вот так распорядилась судьба. То есть Вячеслав Михайлович, я думаю, у всех, кто с ним встречался, остались только самые добрые память и воспоминания. Я хочу, чтобы, уже будучи как руководитель Федерации кикбоксинга России, я хочу сохранить его клуб, память о его клубе, и вообще его память и этот клуб сохранить здесь, в Абакане, здесь, в этой 12-й школе. Вопрос с лекарственным обеспечением льготников был вновь остро поставлен в республике на этой неделе. Речь идет о поставках медикаментов уже на будущий год. Как показали прошедшие, 8,5 месяцев 2013-го аптеки испытывают острый дефицит лекарств по региональной программе, потому что растет число заявок. В то же время федеральная квота остается невыбранной. Происходит это потому, что федеральные льготники пользуются правом монетизации, предпочитая не получать бесплатные лекарства, а обналичивать предоставляемый соцпакет. Но тогда сумма значительно меньше. В итоге в этом году, по сравнению с 2010-м, республика из федерального бюджета получила на 20 миллионов рублей меньше. Нагрузка ложится на региональный бюджет, для которого это очень большие деньги. Но выход из положения есть, уверяют наши сегодняшние эксперты. У нас в гостях Наталья Петровна Метелева, начальник отдела бюджетных продаж госпредприятий Ресформация, и Михаил Григорьевич Мальгин, заместитель министра здравоохранения Хакасии. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Григорьевич, насколько обналичивание этих медикаментов выходит меньше, чем если брать льготу в натуральном виде, то есть лекарствами? Во-первых, бюджет здравоохранения республики, если льготники федеральные отказываются от получения соцпакета в части медикаментов, естественно, бюджет недополучает определенную сумму на лекарственное обеспечение жизненно важных препаратов. То есть теряется сам страховой принцип получения льготы в части лекарственного обеспечения. То есть тогда, когда нужно, средств нет, и мы не можем закупить достаточного количества препаратов. Но если возникает проблема и пациенту требуется лекарство, он, естественно, обращается в региональный бюджет, то есть становится региональным годником и увеличивается нагрузка на региональный бюджет, который не выдерживает иногда такой нагрузки. Ну вот я взял, допустим, монетизировал те лекарства, которые я бы мог получить, я получаю какую-то определенную сумму взамен того, чтобы я выбрал лекарствами. Вот какая разница между тем, сколько я получил на руки в деньгах в год и сколько я могу выбрать лекарствами, ну если тоже перевести? Ну, наверное, это будет понятно, когда я скажу, сколько стоит средний рецепт. Средний рецепт в республике Хакасия на сегодняшний день стоит 1720 рублей. Сумма, которая отпускается на льготников, это 636 рублей. То есть на 636 рублей вот сумма на льготные лекарства, а фактически отпускается средний рецепт 1720. У нас есть препараты дорогие, как онкологические препараты для лечения бронхиальной астмы, для лечения сахарного диабета, где среднемесячная сумма отпущенных препаратов доходит до 100 тысяч. То есть вот если среднюю цену брать, уже в три раза, да? Да. Уже в три раза. А рецепт я могу пользоваться не одним рецептом, я так понял, в год? Конечно. Конечно, нет. Он выписывается регулярно. На год выписывается определенное количество рецептов по определенной схеме, там, ежемесячно, ежеквартально. Наталья Петровна, а вот количество отпускаемых лекарств, ну, или рецептов, оно растет от года к году? Выписка рецептов в рамках региональной льготы в три раза. То есть в прошлом году эта цифра соответствовала 21 тысяча рецептов, а на сегодняшний момент 58 тысяч рецептов. То есть это значительная разница почти в три раза. Ну, мы считаем, что это в основном за счет вновь выявленных больных и тех категорий больных, которые отказались от набора социальных услуг. То есть они легли у нас на региональный бюджет, и тут у нас возникает большой дефицит. – Михаил Григорьевич, а вот эти вот пациенты, которые отказываются по федеральной льготе, они потом все встают в очередь на региональные бюджетные лекарства? Или как происходит? Вот отказался? То есть он имеет право и там обслуживаться по льготе, и здесь по льготе? – Что касается тех пациентов, которые являются федеральными льготниками, они полагают, что они могут федеральную льготу получить в виде денег, но страдают заболеванием, которое входит в перечень по региональной льготе, естественно, они к нам обращаются, и по постановлению правительства Российской Федерации мы отказать им не можем. Поэтому они дважды пользуются льготой и в федеральном виде монетизации, и в натуральном виде по болезням, которые по нашей региональной льготе. Чаще всего это сахарный диабет, который сегодня растет, и у нас уже в этом году количество выявленных более тысячи уже пациентов – это онкологические заболевания, болезни глаз. – Наталья Петровна, а большой дефицит лекарств в аптеках по региональной льготе и насколько, скажем, большой их избыток по федеральной? – Так, дефицит по региональной льготе, по всем точкам отпуска по территории Республики Хакасия, он значительный. И даже на сегодняшний момент нам лекарств не хватает. Это в основном по заболеваниям, таким как аторакта, глаукома, сахарный диабет. Но мы держим эту ситуацию под контролем, перераспределяем и заинтересованы в том, что люди с социально значимыми заболеваниями получали лекарства вовремя. Но по федеральной льготе у нас, конечно, препаратов на остатках точках отпуска, особенно вот по территории Республики, по городу Абакану составляет 7 миллионов, по всем точкам отпуска. Это значительная сумма. Сами знаете, это достаточно много лекарств, особенно сердечно-сосудистые, гипотензивные препараты. – Вот приходит человек в аптеку, и он, допустим, по региональной льготе просит у вас лекарства. Вы говорите нет. В то же время по федеральной вы лекарства могли бы приобрести, или может быть они у вас есть, но вы не можете, скажем, переложить… – Источники финансирования мы не можем, это разные источники финансирования. То есть это федеральный бюджет, а это региональный бюджет, мы не можем заменять, это не является взаимозаменяемыми вообще. Поэтому если человек имеет региональную льготу, он имеет достаточно приоритетную. – Ну вот я не понимаю, то есть вот те люди, которые имеют право пользоваться и той льгота, и той льгота, они в принципе не страдают. А страдают те, кто может пользоваться только региональной. – Да. – Я так понимаю. – Вот Михаил Григорьевич, тогда льготы, вот они либо монетизируются, либо выбираются в натуральном виде, заявления оформляются через пенсионный фонд. Уже есть информация, сколько будет, допустим, отказняков в следующем году, то есть и необходимую сумму заложить в бюджет региональный? – Ну пока говорить об этом рано, потому что можно воспользоваться этим социальным пакетом до 1 октября, то есть принять решение, написав заявление в пенсионный фонд. И только после 1 октября, когда завершится эта кампания, мы тогда можем окончательно сказать. Но я хочу сказать, что последние три года динамика у нас отрицательная. Все больше граждан отказываются от натуральных льгот и забирают это в деньгах. Поэтому вот как будет в этом году, я не могу сказать, но я просто хочу обратиться к жителям республики Хакасия, для того, чтобы у нас не возникало таких проблем, как возникало в этом году, особенно сложно было в этом. Все-таки не отказываться от пакета набора социальных услуг. Почему? Потому что таким путем мы привлекаем сюда средства федерального бюджета, которые, конечно, уменьшают расходы и облегчают наш бюджет региональный. Поэтому желательно, чтобы вот этот страховой принцип, когда нужно пациенту, он может получить и на большую сумму лекарств, чем сегодня иметь синицу в руках в виде 636 рублей, на которые, наверное, не всегда себя обеспечиваешь медикаментами. Поэтому нужно принять правильное решение и все-таки сохранив за собой вот этот социальный пакет. Наталья Петровна, а все-таки можно было бы, вот если, допустим, прислушиваться к мнению Михаила Григорьевича, население, то все-таки вот обеспечить в необходимом количестве тот спрос, который возникает? Да, конечно. Или там тоже есть потолок какой-то на федеральном бюджете? Ну почему? То есть предел какой-то коже. Сумма выделяется на тех, кто остался в льготе, то есть имеет набор социальных услуг. То есть мы получаем здесь, как и сказал Михаил Григорьевич, и принцип страхования по этой льготе. И мы имеем возможность закупить препараты достаточно оригинальные, это во-первых. А во-вторых, то есть ассортимент увеличит препаратов для хронических больных. Это онкология, как правило, сахарный диабет. Ну то есть расширить перечень препаратов для лечения. То есть предоставить возможность лечиться новыми современными препаратами. На сегодняшний день тут возникает проблема. Недостаточно финансирования, то есть недостаточно препаратов, которые бы могли лечить и врачи, и мы обслуживать. То есть вся наша работа ограничивается. Еще одна проблема, вновь выявленные, это в основном молодые люди, молодая категория, онкология, к примеру. Он не может своевременно получить препарат, потому что вот-вот, его выявили, а он не может получить за счет того, что федеральный льготник, например, пришел, получил это лекарство. Он отказник, еще и приобрел его. А тот, вновь выявленный, он не может приобрести своевременно лечение. Еще, как правило, вновь выявленные, они не сразу попадают в федеральный регистр, то есть это проходит некоторое время, примерно месяц-полтора выходит на то, чтобы он попал в федеральный регистр. Поэтому нам приходится его временно брать на нашу региональную льготу, чтобы обеспечить его льготными препаратами. Затем он, конечно, автоматически становится федеральным льготником, но в течение года бюджет не пополняется федеральный, он только один раз в год принимается. То есть на следующий год, если этот пациент оставляет за собой такое право, то, естественно, мы получаем большую сумму. Ну а пока все это происходит, за свой счет приходится покупать? Пациентам? Да, вот эти жизненно необходимые лекарства. Во всяком случае, всех пациентов, которые нам известны, которые страдают определенными заболеваниями и нами выявлены, мы все-таки стараемся их обеспечивать. Значит, бывают задержки, отпуска препаратов, но у нас есть отсроченный спрос, то есть есть рецепты неотоваренные на данный момент. Значит, аптеки это знают, они принимают их пациентов, мы имеем обратную связь. На сегодняшний день сколько не отпущено? По-моему, на прошлой неделе 300 с чем-то было. 366 по региональной льготе. Да, по региональной льготе было рецептов на срочном спросе. Это говорит о том, что препараты как только поступают, мы в первую очередь отпускаем вот тем, у кого уже лежат рецепты, и потом дальше всем остальным. То есть некоторые задержки есть, но мы совсем без лекарств мы не оставляем. Могу сказать больше, мы в этом году не только больше рецептов отпустили, но мы отпустили сумму значительно больше, на 40 с лишним процентов, больше, чем в прошлом году было отпущено лекарственных средств по федеральной льготе. Ну то есть на будущий год будет все зависеть от того, какой выбор население сделает. Да, надо сделать правильный выбор, подумать. Наталья Петровна, Михаил Григорьевич, спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Спасибо. Итак, чтобы сделать выбор, получать бесплатные лекарства, либо денежную компенсацию, остается 8 дней до 1 октября. У нас в гостях были представители Минздрава и Резформации, заинтересованные в том, чтобы необходимыми лекарствами на льготной основе был обеспечен каждый нуждающийся. А это во многом зависит от того, какое количество льготников выберет не монетизацию, а соцпакет по федеральной программе. Чем больше, тем большая сумма поступит в бюджет региона на покупку медикаментов в 2000. В 2014 году. Эта неделя была насыщенной на события разной направленности. От политической не отставала и культурная жизнь. В начале недели в Хакасии гостила народная артистка России Людмила Сенщина. В конце недели Анастасия Волочкова. Известная российская балерина, общественные деятели и, как выяснилось, певица. И большая любительница верховой езды. В республике первым делом она посетила одну из конно-спортивных школ, где зарядилась хорошим настроением и согласилась на интервью для нашей программы перед тем, как выйти на сцену в новом шоу, с которым и приехала в Абакан. На самом деле могу сказать, что моя шоу-программа концертная, она поистине необычная. Дело в том, что у меня вообще в шоу-бизнесе занята такая, скажем, своя ниша, никем не занятая. Шоу включает в себя самые разные хореографические композиции. Они в большей степени на современной основе, с элементами акробатики, различных трюков, поддержек необычных и всего того, что действительно будет сегодня удивлять зрителю. Ну, могу сказать, что со мной приехал мой партнер Ринат Арифуллин и ребята моего шоу-балета. Это мой новый коллектив, который работает со мной в течение года. Вот этого. И ещё сюрпризом для зрителей будет являться то, что я ещё пою песни теперь, так что в концертной программе есть и вокальное направление. Ну и скажу так, что я не стала отходить от своей традиции, которая включает в себя участие талантливых детских коллективов. И могу сказать, что неважно, концерты являются благотворительными или коммерческими, в каждом городе, где бы я ни танцевала, я всегда стараюсь найти талантливый детский коллектив для того, чтобы пригласить ребят для участия в своём концерте. Знаю точно, что такие концерты остаются в памяти ребят надолго. Мы всегда успеваем подружиться и потом продолжаем наше сотрудничество в будущем. И я очень верю, что мой приезд вообще в Хакасию и в Абакам не последний. Это пусть будет только началом нашего такого творческого сотрудничества и вообще большой дружбы. Петь – это действительно не столь свойственное мне направление, но тем не менее мне очень интересно. И, вы знаете, там после номера танго на музыке Эдвина Мартона, переодевшись за 25 секунд, быстро выйдя в другом совершенно платье с микрофоном, с блестящим, у меня как у Кольки Баскова всё в стразах, я вообще ведьм, люблю эти вещи. Конечно, это другое, и мне нравится, потому что это моя стихия. Вы знаете, я скажу так, я когда танцевала классические балеты, «Лебединое озеро», «Жизель», «Бейдерки», «Дон Гихот» и «Спящие красавицы», я уже тогда, в те времена, я мечтала о шоу. Для меня всегда был, знаете, скажем так, эталон и человек, на которого я хотела равняться, именно в плане харизмы, это всегда была Мадонна. Мадонна, потому что вот она вот такая яркая, такая необыкновенная, в не столько вот жизни, яркости, сексуальности, вот просто всего-всего парадного. И мне хотелось вот в этом направлении, поэтому сегодня, когда у меня есть своя шоу-программа, вот, ну, поверьте, для меня это новая стихия, это совсем всё другое. Критику я всегда воспринимаю очень благосклонно, я с вниманием отношусь к тому, что мне пишут мои поклонники, люди, но поклонниками являются те люди, которые видят меня в творчестве, которые знают, чем я занимаюсь, знают, что я делаю, или люди, которые знают меня как человека. Только эти люди имеют право меня вот реально ценить, судить, оценивать, всё что угодно. Те же люди, которые никогда не знают меня как человека, не знают, о чём речь, не знают, что я делаю на сцене, вот они почему-то считают возможным злословить и писать такие колкости, которые иногда просто вот читаешь. И вот вы спросили моё отношение, я никак к этому не отношусь. Я не читаю комментарии, особенно там в Инстаграме, в Твиттере. Есть люди, с которыми я дружу, в социальных сетях я им отвечаю, я отвечаю каждому искренне и каждому персонально. Но читая гадости, которые сыпятся на плечи просто так, я понимаю, что я на правильном пути, потому что что бы я ни делала, что бы я ни делала, моя персона, неважно, я на лошади, на сцене, здесь, за столом, за чашкой чая, в самолёте, где угодно, привлекает внимание. И пока я интересна, я живу, и мне важно, что скажет обо мне моя дочь, что скажут обо мне мужчины, которые меня любят, что скажет мама. Папа не скажет, он инвалид, к сожалению. Но вот всё, что скажут обо мне люди, которые знают меня лично, это мне важно. Всё остальное, ребят, это такая пыль, это такая пыль. А пишут люди, у которых нет счастья, радости, любви, гармонии, нет такого потенциала, который есть у меня. А пока он есть, я буду оставаться счастливой. Вы знаете, я вам скажу, мне не важно, периферия, большой город, столица, это совсем не имеет значения. Я танцевала в своей жизни и на самых лучших мировых площадках, самых больших сценах, и я танцевала в шахтёрских посёлках. У меня вот любимый мой регион, это Кузбасс, я вам скажу так, и совсем неподалёку от вас находится, и у меня были туры по самым маленьким именно посёлкам. Поэтому я знаю, что я жду от зрителя, то, что я вижу и нахожу везде. Я жду реакции зрителя такой, который меня, скажем так, осчастливливают мои зрители. После концерта, говоря о том, что мы узнали вас совсем другой, мы узнали и увидели такую шоу-программу, которая для нас кажется теперь чем-то неведомым. Все ждали, допустим, «Лебединого озера», а получили современное шоу и увидели это, и увидели меня совсем в другом направлении. И я просто, я жду любви, радости, счастья, своих эмоций. Ну а после концерта цветы, белые розы и покал шампанского. И ещё одно событие недели федерального масштаба, которого, вероятно, ждали большинство россиян. Госдума намерена вернуться к рассмотрению вопроса о возврате зимнего времени, то есть перевести стрелки на час назад. И, возможно, сделано это будет уже этой осенью, несмотря на то, что в российском правительстве к этому вопросу относятся неоднозначно. Депутаты объясняют свою решимость тем, что получают от граждан огромное количество гневных писем. У меня на этом всё. Наш адрес в интернете – вести.дефисхакасия.рф. Всего доброго.